Отдых в Краснодарском крае подпортила погода, а еще цены. Стоимость отелей повысилась примерно на 15%, но многие надеются, что в бархатный сезон все вернется на свои места. Говорят, что выражение «бархатный сезон» появилось в 19 веке. Достаточно вспомнить моду тех лет. Длинные платья, перчатки, сюртуки. В таких нарядах в июле на юге делать нечего, а вот в сентябре самое то. Собственно, из-за самого распространенного материала одежды бархата сезон и стал так называться. Сейчас мода изменилась, а вот название прижилось. Плюсы отдыха на море в сентябре очевидны. Фруктов вдоволь, а изнуряющей жары нет. Цены падают, людей на побережьях в разы меньше. Дети и студенты сели за парты, с ними уехали и взрослые. В общем, тишь да благодать. И прости, 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 это был лишь стой. Про воды любви, бархатный сезон. Минусы у бархатного сезона тоже есть. Во-первых, это учеба. Если вы студенты или у вас есть дети, то придется или прогуливать занятия, или планировать отпуск летом. Погода тоже непредсказуема. Обычно на Черноморском побережье в сентябре 23-25 градусов тепла. Вода примерно 20-22 градуса. Но все может измениться и пойдут дожди. Хоть лето и заканчивается, но отдохнуть на море еще можно. Отсутствие изнуряющей жары днем и по летнему теплой ночи делают отдых на российских курортах очень комфортным. Расходы при этом будут меньше, чем в горячий летний сезон. Да и число туристов сократится. Это ли не причина для путешествий? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова